Субтитры создавал DimaTorzok Мы фиксируемся на какой-то одной основной мысли, стараясь сделать вывод о том, что Всевышний говорит нам. При этом мы упускаем то, как Всевышний нам об этом говорит. Тогда как именно «как нам говорят» и некоторые слова, дополняющие другие выражения, кардинально меняют представление о том, как мы должны воспринимать определенные темы. Это может звучать абстрактно. Давайте я попробую пояснить. Все мы знакомы с выражениями «я изучаю дин», «религию», «я изучаю дунья», «мир». Принято считать, что если кто-то изучает науку, медицину, биологию, бухгалтерию, он изучает дунью. И если кто-то изучает хадис, фикх, шариат, арабский язык, таджвид и так далее, то он изучает религию. Мы часто делаем подобные различия. Моя работа — это дунья, а время в мечети — дин. То есть мы разделяем дин и дунью, дин и дунью — все время. Мы используем эту терминологию. Что происходит с людьми, когда мы постоянно проводим подобное разделение и говорим о нем часто? Мы становимся уверенными, что некоторые вещи, которые мы делаем в течение дня, полезны только для ахирата. А другие вещи полезны только для дуньи. При этом одна из очень фундаментальных и красивых концепций ислама заключается в том, что мы рабы. Айбад, Аллаха. А раб не является рабом только на определенное время. По определению, раб отличается от поклоняющегося. Поклоняющийся — это тот, кто совершает поклонение. Мы были поклоняющимися, когда мы совершали намаз наверху. Но после молитвы мы все еще рабы. Слово, обозначающее поклоняющегося — это Абид. А раб — это Абд. Таким образом, когда я еду в хадж или на молитву, я Абд. Когда я читаю Коран, я Абд. А когда я за рулем машины, я Абд. Когда я женюсь, я Абд. Когда я на работе, я Абд. И в отпуске я все еще Абд. Я могу не быть Абдом в определенные периоды, но при этом продолжаю быть Абдом. Так мы упростили это и перевели все в плоскость Дин и Дунья. Другими словами, если ты не Абд, ты не делаешь ничего для своей будущей жизни. Ты не делаешь ничего из того, чем доволен Аллах. Если ты хочешь сделать что-то для своей религии, ты должен быть Абдом. Ты должен изучать религию и учить других в мечети, в собраниях. Все остальное для твоей Дуньи. Но давайте сначала рассмотрим все это под другим углом. Дело было в Австралии. После очередного урока ко мне подошел молодой человек и сказал, «Устас, я чувствую себя нехорошо». «Почему?» «Я изучаю бухгалтерию». На что я ответил, «Тогда тебе действительно должно быть плохо». Но он объяснил подробнее, в чем проблема. Дело в том, что он хочет изучать религию, Дин, а вместо этого изучает бухгалтерию, Дунью. Я спросил, «А в чем дело? Тебе не нравится бухучет? Если он тебе не нравится, значит, с тобой все в порядке, ты нормальный человек». «Нет, я люблю бухучет. Мне нравится математика, и я люблю работать с цифрами. Но меня тяготит, что я делаю это, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, получить работу и жениться. Сделать так, чтобы мои родители мною гордились, но все это Дунья. А что я делаю для религии? Для Дина. Я делаю все это для Дуньи». Понимаете его вопрос? Такое встречается повсеместно. Люди делают хорошую карьеру, они руководители. Они учатся по программе MBA, дополнительное бизнес-образование, или пишут докторскую диссертацию. Но не по хадису или шариатским наукам. Они пишут работу по микробиологии, психологии или истории. И говорят, «Все это мирское. Оно ничего не имеет общего с моей будущей жизнью». Посмотрим, как Коран противостоит этой концепции. К слову, это новая концепция, это новое изобретение. Продукт секуляризма. Идея секуляризма заключается в том, чтобы отделить вопросы морали и образования от остальной жизни. Есть ваша духовная и моральная жизнь. А образование и общественная сфера — это другое. И эти два мира не должны соприкасаться. Ты в бизнесе и ты в мечети. Это две большие разницы. Это бизнес. Не переноси сюда мечеть. Или это университет. Не вмешивайте сюда религию. Это есть даже в мусульманском мире. Там есть американские компании. Как известно, в Америке культивируется свобода слова. Но только в самой Америке. И они открывают компанию, к примеру, в странах арабского мира. И создают закрытое сообщество. На основе этой компании, внутри которого ты как будто бы в Америке. Но внутри этого сообщества ты не можешь говорить о своей религии. Ты не можешь открыто молиться. Ты не можешь делать то и это. Что? Я думал, у нас свобода слова и выражение мнений. И я могу делать все, что хочу. Нет, только не в этом обществе. Мы не терпим дискуссии о религии. И так появляется эта крайность в отделении поклонения от мирской жизни. Это глобальный процесс, а не просто особенность той или иной страны. И то, как секуляризуются отдельные мусульмане. Даже если они выросли в мусульманских странах, даже если они слышали Азан всю свою жизнь. Даже если они живут здесь, в Малайзии, или в Пакистане, или в Бангладеше, или в той же Австралии, или в Америке. Неважно. Когда вы поступаете в ВУЗ, какова ваша цель? Получить хорошее образование, чтобы найти хорошую работу. Что соотносится с Дуньей? После, уделив время вопросам Дуньи, человек переживает. Я стал технарём, программистом, доктором, архитектором. Но я не уделяю время религии. Дину, теперь мне надо больше молиться, отправиться в хадж, учить арабский, заучивать Коран. То есть люди шли в одном направлении, а затем бросаются с головой в другое направление. И многие бросают карьеру и устремляются в сторону Дина с мыслью, «Я хочу что-то сделать для ислама». Меня больше не волнует карьера. Я приведу ещё одно небольшое пояснение. Это аят о займах. В Медине во времена пророка, да благословит его Аллах и приветствует, большинство населения было неграмотным. Многие не умели писать и читать, включая самого пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Он не умел читать и писать. Аллах не спасал руководство касательно торговых сделок в Суре Аль-Бакара, описывая моральные принципы и правила торговых сделок. В частности, он описал правила сложных сделок. Сложная сделка — это не то, что происходит в магазине при покупке продуктов. Заплатил деньги, получил товар — и всё. В сложной сделке ты заключаешь договор, делаешь предоплату, затем предоставляются услуги, и только после этого ты платишь оставшуюся сумму. Всё это более сложные вещи. Либо ты взял деньги в долг на покупку какого-либо имущества, и тебе необходимо погашать сумму долга частями. Здесь могут возникнуть определённые сложности. Либо может возникнуть конфликт между кредитором и должником. Дело в том, что если я занял у вас 100 долларов, или 100 рингитов, на самом деле 100 долларов сейчас — это 400 рингитов, и говорю, я верну тебе их на следующей неделе. Ты возвращаешься ко мне, и я говорю, «Разве я сказал на следующей неделе?» Я думал, я сказал через две недели. «Да нет, ты сказал на следующей неделе». «Правда?» Я готов поклясться, что сказал через две недели. Хорошо, вот твои 200. Подожди, я ведь дал тебе 400. Ты уверен в этом? Я был убеждён, что ты дал мне 200. Да нет, 400 я бы не взял. Максимум 300. Даже если я не лжец или мошенник. Меня может подвести моя память, и, как правило, она подводит в мою пользу. Сознательно или бессознательно. Моя память подводит меня, так как я хочу продлить срок выплаты, а не заплатить заранее. Если ты собираешься заключить торговую сделку с фиксированным сроком, запиши её. Аллах говорит, запиши её. Не бери в долг, не записав сделку. То есть у вас должно быть письменное подтверждение. Конечно, банки-мастера в этом. Проверяют тебя, заставляют подписать тысячи бумаг. Вот это вам надо подписать. Хорошо. И ты не знаешь, чем ты всё это подписал. Ногой, рукой или левым глазом. Ты просто подписываешь, потому что не собираешься читать всё это. Но в близком кругу ты можешь дать в долг и сказать, «Не переживай. Я заплачу тебе в следующем году. Не делайте так». Вам всё равно следует записать сделку. Итак, возвращаясь к Медини, в чём была основная проблема применения этого приказа? Большинство людей не умели писать. Человек, умеющий писать, должен записывать это среди вас. Аллах говорит, «Любой писарь с неопределённым артиклем». Он не говорит «Верующий писарь». Он не говорит «Богобоязненный писарь». Он просто говорит «Человек, который умеет писать». Но человек, умеющий писать, он обучался не у пророка, да благословит его Аллах и приветствует, поскольку пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не умел писать. То есть писарь получил свой навык из другого источника. И, скорее всего, не из исламского источника, секуляристского источника. Но без этого писаря ты не смог бы исполнить приказ, выходящий из этого аята, поскольку в аяте требуется присутствие писаря. И он обучился этому навыку из другого источника. Он, к примеру, может сказать «Я не хочу записывать это для вас, я занят». Но в Медине не так много грамотных людей. Вы слышали о концепции присяжных? Когда вас вызывают в суд, и вы должны исполнить свой гражданский долг, явиться в суд и участвовать в разбирательстве в качестве присяжного заседателя. Теперь небольшое количество жителей Медины, которые умеют читать и писать. Если их пригласили записать сделку, им не следует отказываться, поскольку это их гражданская обязанность помочь людям, которые хотят заключить сделку, поскольку они не могут это сделать. Аллах говорит «Писарь не должен отказываться, записать». Вот эта часть очень мне нравится. «Кама алламаху Аллаху фал-яктуб». Писарь не должен отказываться записать то, чему Аллах научил его. Погодите. Он ведь не научился у пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Или у ангела Джибриля, мир ему. Он научился писать в другом месте. И чему он научился? Писать договоры. Обучился бухучету, финансам. Тому, что мы называем секулярийское знание. Но Аллах говорит, так как научил его Аллах. «Кама алламаху Аллаху». Если мы посмотрим на слово «уаллама» — «учить» в Коране, Аллах говорит, «Аллах учит тебя, и Аллах знает обо всем». Аллах учит тебя тому, что ты сам не смог бы узнать. Аллах говорит, он научил Корану. А здесь он говорит, что он научил бухгалтера, как писать на языке бухучета, финансов и торговых договоров. С одной стороны, он говорит о том, как он учит откровению, а здесь он говорит об обучении торговым договорам. Почему? Потому что Аллах говорит, что все знание, все человеческое знание, пока оно в той или иной степени приносит пользу обществу, все оно принадлежит Аллаху. Само знание он относит к себе. Ты, к примеру, научился у своего учителя языку науки, который учился у своего учителя, а тот у своего и так далее, пока мы не дойдем до первого человека, Адама, мир ему. А Адам, алейхиссалям, не знал слов, пока Аллах не обучил его именам предметов. Я говорил об этом несколько раз, но повторю еще, так как это связано с данной темой. Все, что ты изучаешь, будь то наука, политика, что бы ты ни изучал, каждый предмет имеет свою терминологию. В грамматике есть терминология. Много терминологии. В тафсире есть терминология, в финансах есть своя терминология, как и в программировании. А что такое терминология? Отдельные слова, которые имеют свои определения. В конце каждой книги есть голосарий терминов, поскольку ты должен знать, что они обозначают. Терминология, имена предметов, по-арабски называются Аль-Асма.